МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости 24 на 6-м канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Пренебрёг правилами. Накануне в городе Карабаново под машину попал 12-летний пешеход, ученик 6-го класса. Он перебегал дорогу в неположенном месте. В результате от полученных травм мальчик скончался в карете скорой помощи. Ещё одна авария с юными пешеходами произошла в Лакинске. Водитель из Нижнего Новгорода на своём логане наехал на двух детей, которые переходили дорогу по правилам на зелёной. В результате мальчики и ученики 3-го и 5-го классов получили ранения. Младшего из братьев пришлось госпитализировать. У него перелом левой голени. В погоне за недобросовестными управленцами. Администрация гордо наказывает те управкомпании, которые не выполняют свои обязательства перед жильцами. Правда, прежде чем выписать штраф, нужно вручить директору копию протокола о нарушениях. Как оказалось, делать это непросто. Какие предлоги придумывают они, чтобы избежать наказания, расскажет Алексей Дудин. Жильцы этого дома уже и не помнят, когда в пятиэтажке делали ремонт. Чтобы оценить её состояние, не обязательно даже заходить в подъезд и лезть на крышу. Можно просто взглянуть на фасад. Стыдно мне. Я уже пожилой человек, пожил много и всякое видел. Ну, конечно, мне стыдно. Приезжают ко мне, когда встанут с Павлодара, допустим, и мне делают замечания. Мне, знаете, больно и стыдно даже. Я его не помню, когда делали. Вам вообще ни разу не делали. Лет 15 точно не делали. Я 40 с лишним лет здесь прожил. Не помню. Они и того больше. Если помощь под названием капитальный ремонт и придёт, то не раньше, чем через 20 лет, говорят жильцы. Но управляющую компанию, которой люди платят деньги и которая обязана ремонтировать, в том числе и фасад, собственники уже не надеются. В том, что фасад дома находится в ужасном состоянии, вина управляющей компании управдом. Именно она обслуживает многоквартирное жилое строение. Причём претензии к управленцам не только со стороны жильцов. Немало вопросов к ним и у инспекции административно-технического надзора администрации города Владимира. Сотрудники администрации обратили внимание на 4-й дом после мониторинга, который проводили в конце августа. На управдом за ненадлежащее состояние фасада был составлен протокол об административном правонарушении. Но чтобы управленцам выписать штраф, нужно сначала вручить им копию протокола. Наверное, раза 5 должностное лицо пыталось вручить непосредственно на личном приёме в приёмной данной управляющей компании этот документ. Сначала тоже был отказ в категорической форме, под разными предлогами, получать данные документы и регистрировать их. И вот сегодня очередная попытка передать копию документа. Но девушка, которая сидит в приёмной директора, по её словам, не секретарь. И ничего регистрировать не имеет права. Вскоре появился и сам руководитель. Правда, ненадолго. Вы мне объяснили, что я должен принять? Копию протокола. Вы, пожалуйста, не снимайте. Вы, пожалуйста, снимайте. Стоп, 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 тихо, 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 не отдыхайте. Зачем вы убегаете? Бумагу вручили бы в любом случае, пригласив понятых, говорят сотрудники мэрии. Но эту меру применять не стали. Господин Романов всё же соизволился пообщаться, правда, без камеры. Директор признаёт свою вину, но считает, что контролирующий орган перегибает палку. Есть определённый момент у нас недоработки, я согласен. Я не говорю, чтобы все белые и пушистые. Но почему тогда штрафует только управляющая? У нас таким образом пополняет бюджет городской. Так или иначе, копию протокола об административном правонарушении передали. И теперь управдом заплачет штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Всего же в этом году на нерадивых управленцев города выписано 43 протокола. На общую сумму 1 миллион 837 тысяч рублей. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал. Наказали за неравноценный обмен. Сегодня в Октябрьском районном суде вынесли приговор двум жителям Москвы, которые реализовали на территории Владимира настоящую преступную схему. Мошенники в банкоматах меняли фальшивые купюры на настоящие. Терминалы не смогли распознать фальшивки. Злоумышленники для реализации своих планов использовали купюры по тысяче рублей. В арсенале мошенников было фальшивых денег почти на 2 миллиона рублей. Вносили поддельные купюры, банкомат принимали поддельные купюры как реальные денежные средства, в результате чего подсудимые могли пополнять счета имевшихся банковских карт и в дальнейшем наличивать денежные средства. Общий ущерб составил для банка 1 миллион 734 тысяч рублей. Заявлено исковое заявление представителям потерпевшим на указанную сумму, то есть на 1 миллион 734 тысяч рублей. Ущерб не возмещен до настоящего времени. Решение по иску будет принято судом. Все деньги подсудимые успели снять и потратить. Аферу провернули в январе этого года за три дня. Возможно, наработанные схемы пользовались бы и дальше, но одного из поддельников поймали, второй явился с повинной. И хотя статья, по которой судили злоумышленников, предусматривает до 10 лет лишения свободы, обвинители просили не больше четырех, потому что оба мошенника свою вину полностью признали и активно сотрудничали со следствием. Преступников суд обязал вернуть банку все украденные средства и отправил в колонию общего режима. Байсангурова за Урбека Сапсуев еще признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в справительной колонии общего режима. Ионову Алексею Евгеньевичу признать виновным, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в справительной колонии общего режима. Сегодня в России День оружейника – один из новых профессиональных праздников в календаре. Появился он благодаря настойчивости легендарного Михаила Калашникова. В Коврове этот праздник широко отметили впервые. Вип-персоны даже постреляли из настоящего оружия боевыми патронами. Как это было, расскажет Александр Инин. У всех, кто причастен к созданию оружия, тоже должен быть праздник, так считал Михаил Калашников. В 2010-м он буквально уговорил тогда премьера Путина подумать о дне, в которой оружейники могли бы вот так собираться, вспоминать о прошлом, думать о будущем. Город Ковров по праву носит звание города оборонщиков. Ведущим место среди большого количества специалистов, место номер один, занимает завод Гегтярева. Этот завод в годы войны ковал победу на фронтах сражений. В 90-е наступили не менее тяжелые времена. На оборонку властям стало наплевать. Люди приходили и просто сидели на своих местах, потому что не было работы. Когда началась первая чеченская, про оборонщиков вспомнили, но рассчитываться за заказы не спешили. С приходом нулевых ситуация стала меняться к лучшему. До 2020 года оборонке будет выделено 23 триллиона рублей. Не может быть мира без оружия. К сожалению, так на самом деле, потому что если государство слабое, то с этим государством, во-первых, никто не считается, во-вторых, любой придет и сделает что угодно в этом государстве. Мы должны сделать все возможное и все вместе, чтобы наша страна была мощным современным государством. История с Украиной, она просто нам показала, что надо делать все у себя и не надеяться ни на чью, ну ни на чьи комплектующие, ни сырье, ничего. И сейчас, конечно, история это показывает, дает новый толчок развитию предприятия. Санкции Запада никак не повлияют на оборонку. Она станет такой же мощной, как в советское время, уверены чиновники. И как бы в доказательство, что у ковровских оборонщиков все хорошо, поездка на полигон. Вип-персонам и журналистам предложили пострелять из крупнокалиберных снайперских винтовок и пулеметов. Спикер ЗАГСобрания на стрельбище не новичок. Держал в руках пистолеты, ружья, а вот сегодня стрелял из крупнокалиберного пулемета. В общем-то, стрелять из этого мощного оружия нисколько не сложнее, чем просто из автомата, предположим, или из ружья. Отдача немножко побольше, естественно, лучше закладывает, поэтому наушники приходится надевать. Торжественный момент праздника – открытие мемориальной доски на фасаде дома, где жил создатель автомата Калашникова. Именно здесь, в Коврове, на ЗИДе, Калашников подготовил к успешным испытаниям первые образцы АК-47. Через два года завод имени Дегтярева отметит столетие. К вековому юбилею ЗИДовцы пообещали представить новую линейку современного вооружения. Александр Инин, Дмитрий Киреев, Шестой канал. Обсудили развитие избирательного законодательства. Накануне спикер ЗАГС Собрания региона Владимир Киселев встретился с главой Комитета по Конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишесом и председателем Мосгордумы Владимиром Платоновым. Речь, в частности, шла о применении относительно нового инструмента – муниципального фильтра. По мнению председателя областного парламента, этот механизм позволит понять, доверяют ли избиратели потенциальному главе. И чтобы заслужить это доверие, кандидату придется больше общаться с людьми и вникать в их проблемы. На самом деле это отношение людей к этим кандидатам. Если ты не можешь пройти муниципальный фильтр, то как ты можешь руководить по той области? Таким образом, законодатель говорит парламентским партиям, в том числе, для того, чтобы в дальнейшем заниматься политической деятельностью, вы должны прийти на уровень муниципалитетов. Заниматься политикой, начиная с советов. И реформа местного самоуправления, которая как раз акцент переносит на именно муниципальные советы, на коллегиальные органы, она как раз позволяет партиям приходить и получать реальную власть, заниматься проблемами людей. Основной темой разговора с Владимиром Платоновым стали укрепляющиеся связи Москвы и Владимирской области. Владимир Киселев поблагодарил председателя Мосгордумы за поддержку, в частности, за полученные от Москвы пожарные машины и машины скорой помощи. Благодаря договоренностям губернатора Светланы Орловой, бюджет столицы выделяет региону 200 миллионов рублей на ремонт дорог. Эти деньги будут направлены на межпоселенческие дороги трех пограничных с Москвой районов – Петушинского, Киржачского и Александровского. Владимир Платонов пояснил, что нынешняя поддержка со стороны Москвы – это своего рода ответ на участие Владимирской области в программе помощи москвичам 30-летней давности. Тогда жителям столицы выделяли земельные участки как на территории самой Московской области, так и в соседних. Люди приехали, осваивали. Конечно, мы обязаны вкладывать деньги в развитие транспорта, в развитие системы пожаротушения, скорой помощи, вывоз мусора. И вот эту программу мы соблюдаем все эти обязательства и по мере возможностей развиваем вот эти важнейшие инфраструктуры для того, чтобы москвичи, имеющие загородные участки, комфортно жили. Вандализм в усадьбе Хроповицкого. Вечером 17 сентября злоумышленники разрушили заложенные кирпичом оконные проемы. Реставраторы накануне проводили здесь работы, поэтому разбить свежую кирпичную кладку не составило труда для хулиганов. По горячим следам местный участковый нашел виновных. Ими оказались школьники из Муромцева. Понятно, что социально этот регион проблемный. Это проект социального значения. И делаем мы это не столько в память о Хроповицком, сколько для тех детей, которые сегодня выбивают оконные заполнения и лезут в подвалы. Вот в большей степени это делается для них. Сейчас разрабатывают целый комплекс мер по охране территории усадьбы. Здесь будет установлен забор, столбы, дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения. А пока финансирование объекта не началось, директор музея Светлана Мельникова планирует вести просветительскую работу в учебных заведениях Судокда и Муромцева. Ведь, как оказалось, подрастающее поколение не осознает, что дворец Хроповицкого – памятник федерального значения. К столетию Юрия Левитана сегодня в палатах Владимира Судольского музея-заповедника в торжественной обстановке произошло гашение почтовой карточки. На ней изображен самый известный советский диктор. Для филателистов это большое событие, где можно купить юбилейную карточку и сколько она стоит, а также когда во Владимире появится памятник Юрию Левитану, узнали мои коллеги. Ее необходимо отправить сегодня простым или заказным письмом. То есть на карточках должен стоять не только... На первых юбилейных карточках появился почтовый штемпель. Приобрести редкий экземпляр с отчиском можно на главпочтампе, но только сегодня и завтра. Стоит юбилейная карточка 22 рубля. Но это не значит, что остальные почтовые карточки, выпущенные к столетию Юрия Левитана, не столь ценные. Они представляют интерес не только для филателистов, но и для всех владимирцев. Как память о нашем выдающемся земляке. Хорошей традицией во Владимире и Владимирской области становится мероприятие первого дня покошения таких карточек. Вот за последние несколько лет это шестое гашение, карточка с гашением, с подписями, становится артефактом. Есть и карточки с изображением других наших земляков. Изобретатели телевидения Владимира Зворыкина и физика Александра Столетова. Также почтовые карточки выпускались к 500-летию Александровской слободы и эстафете Олимпийского огня. Спецгашение карточки с изображением диктора Левитана проходило сегодня в палатах. Для сотрудников музея это мероприятие имеет особое значение. В 80-м году Левитан приезжал во Владимир и лично поздравил музей-заповедник со 125-летием. 1 октября здесь откроется выставка, посвященная столетию великого диктора. Для сотрудников почты это тоже знаковое событие. Оно объединяет радио и почтовую связь. Два самых важных в военное время информационных органов. Все страшные годы, все с нетерпением ждали писем с фронта и сообщения Левитана. Радио и письма, они в общем-то слились в одной почтовой карточке. Юрий Борисович Левитан, который собой символизирует образец информационной подачи радиовещания. И почтовые карточки, которых ждали от родственников с линии фронта. Я поздравляю вас всех на сегодняшний день. Тех людей, которым дорого человеческое слово и память. К столетию Левитана был организован еще один масштабный проект. Благодаря проекту «Голос истории» во Владимире появится памятник Левитану. Прием конкурсных эскизов памятника проходил до 15 сентября. Сегодня часть работ представили в палатах. В конкурсе приняли участие около 30 скульпторов со всей России. Среди них есть эскизы нашего земляка, председателя Союза художников Владимирской области Игоря Черноглазова. Благоустроить зону в неисторической части города, относительно новой застроенной, чтобы у людей было место, где собраться, где пообщаться вечером в такой вот красивой обстановке, где можно было бы отдохнуть и провести какие-то мероприятия районного масштаба. Памятник украсит небольшой сквер на перекрестке улицы Диктора Левитана и проспекта Ленина. В день юбилея Левитана 2 октября планируется заложить постамент будущего монумента. Сам же памятник планируют установить к 9 мая 2015 года, к 70-летию победы. Валерия Саенко, Карина Трошенская и Артем Горчаков. Шестой канал. «Мы из будущего». Это название фотоконкурса, который проводит Управление по делам молодежи. В нем может принять участие каждый владимирец. Победители наградят профессиональные фотосессии, а из самих снимков сделают выставку. Она откроется в день города. Принять участие в конкурсе решила и Карина Трошенская. Прогуливаясь по скверу у памятника Чайковскому, Кристина с теплом вспоминает детство. Сюда ее совсем маленькую водили гулять родители. Этот снимок сделал ее папа в 96-м. В их семье есть добрая традиция – хранить фото разных поколений. Кристина с детства любит пересматривать старые альбомы. Когда девушка узнала о фотоконкурсе «Мы из будущего», решила обязательно принять в нем участие. Ведь в ее семейном архиве много подходящих фотографий. Мне показался этот конкурс очень интересным. Ведь можно посмотреть старые семейные архивы, пообщаться с своими родителями, бабушками, дедушками о том, каким наш город был раньше. И было очень интересно посмотреть не только, как поменялась эта часть нашего города, но и как вместе с ней изменилась я. Глядя на фото, сделанные в 60-е годы, Кристина говорит, что город изменился в лучшую сторону. В том числе и монумент «Вечный огонь». Но по традиции сюда и сейчас приезжают молодожены. По задумке организаторов фото-конкурс дает возможность участникам проследить, как изменился город, пополнить свой семейный архив новыми снимками и передать их будущим поколениям. Идея конкурса «Мы из будущего» пришлась мне по душе. И я решила оставить свой след в истории Владимира. Сфотографироваться на фоне Казанской церкви и сохранить фотографии в семейном архиве. Ведь именно такие снимки и передают из поколения в поколение любовь к родному городу. Стать участником конкурса может каждый желающий. Для этого необходимо найти в семейном архиве фотографию, сделанную на фоне узнаваемого места во Владимире. Главным условием конкурса является, чтобы фото было сделано в прошлом веке, то есть не позднее 2000 года. К нему необходимо приложить аналогичный современный снимок. Присылать фотографии можно на электронный адрес Управления по делам молодежи или приносить по адресу улица Михайловская, 24, кабинет 4. В преддверии дня города мы предлагаем жителям обернуться, посмотреть на наш город, вспомнить, каким он был когда-то и каким он сейчас у нас стал. Поэтому предлагаем посмотреть свои архивы, фотоархивы, семейные архивы, посмотреть фотографии своих бабушек, дедушек, родителей. Снимки будут ждать до 30 сентября. По итогам конкурса состоится фото-выставка. Она пройдет в день города. Победитель получит подарочный сертификат на семейную фотосессию в одном из фотосалонов нашего города. Карина Трошенская, Александр Мажаров, 6 канал. Как провести выходные? День Никиты Гусятника, Кросснации, День улыбки, выставка кошек и многое другое. Подробности о мероприятии грядущих выходных расскажут мои коллеги. В субботу в Гусь-Крустальном впервые отметят День Никиты Гусятника. Стартует праздник в 10 утра с площади у бывшего клуба Ленина. Там организуют ярмарку поделок народных умельцев. Можно будет купить и знаменитые изделия из стекла и хрусталя. Любителей поесть угостят фаршированным гусем и запеченными яблоками, а также товарами местных садоводов и огородников. В 12 часов стартует концертная программа с участием городских творческих коллективов. Юбилей за юбилеем. В субботу микрорайон Спасское будет отмечать свой день рождения. Праздник начнется в 11 часов и продлится до позднего вечера. В программе выставка картин местных художников и работ народных умельцев, а также товарищеский футбольный матч. Развлекать гостей будут творческие коллективы. Кроме того, для жителей будет организована ярмарка. За радиацией на велосипедах. 20 сентября в 11.30 с Октябрьского проспекта стартует атомный велопробег. Участники проедут по Владимиру с дозиметрами. Цель акции – замерить уровень радиации в разных точках города. Сбор участников у информационного центра по атомной энергии на Октябрьском проспекте. Спортивная программа продолжится в воскресенье. В Загородном пройдет Владимирский этап Всероссийского дня бега «Кросснации». В нем могут участвовать все желающие. Возраст и спортивная подготовка значения не имеют. Бежать придется от 1000 до 8000 метров. Первый забег стартует в полдень. Всем улыбаться. Таков девиз праздника, который пройдет в воскресенье в Центральном парке Владимира. В честь дня рождения Смайлика для горожан организуют праздничную программу. У гостей будет возможность выиграть в конкурсах памятные подарки и призы. Начало праздника в полдень. Выходные в театр. Четырьмя спектаклями по два в субботу и в воскресенье продолжится программа театрального фестиваля «У Золотых ворот». В городском дворце культуры в субботу артисты из Петербурга представят постановку «Мистер Хелпан и Мистер Джонсон». А в воскресенье трупы из Новгородского театра ставят спектакль «НФБ» по мотивам романа Достоевского «Идиот». В драм-театре в субботу «Беспреданница» в исполнении актеров из Каменск-Уральска. В воскресенье «Психоутопия. Полковник Птица». Начало спектаклей в ГДК в 15.00, а в драм-театре в 18.00. Похвастаются братьями нашими меньшими. В субботу и в воскресенье в Центре культуры и искусств на Соборной пройдет международная выставка кошек. На ней представят более 150 питомцев различных пород из разных городов страны. А любителей и тех, кто собирается завести домашнего любимца, ждут консультации профессионалов по воспитанию и уходу. Выставка растянется на два дня и будет проходить с 10 до 18 часов. Одновременно с выставкой в Центре культуры и искусств на Соборной пройдет благотворительная ярмарка в поддержку бездомных животных. Продаваться будут изделия ручной работы, а все вырученные средства пойдут на содержание животных, оставшихся без хозяев. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Если вам есть о чем рассказать, звоните нам 36 66 66. Спасибо, что провели это время с нами. Приятного вечера и отличных выходных. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова